Рыба-сом является популярной рыбой со своими особенностями, с ней связано множество историй. И сегодня мы узнаем всё про эту рыбу. А пока не забудьте поставить свой лайк, ну и подписаться на канал. Приятного просмотра! Сом большая и грозно выглядящая, но обычная безобидная для человека. Они живут уединённо на речном дне и редко появляются у поверхности. Ленивые и медлительные, но во время охоты способны резко ускориться. Первые представители этого класса появились порядка 390 миллионов лет до нашей эры. Постепенно они рассеялись по всё большим территориям. Образовывались всё новые отряды и семейства. Отряд самообразных достаточно древний. Это подтверждается многими особенностями его представителей. Так, среди них есть виды с шипами на голове и плавниках, или с зубами похожи на те, что имеют акулы. Прежде чем в европейских реках ловили гигантских сомов, длина их тела составляла вплоть до 5 метров, а вес до 400 килограмм. Эти данные вызывают доверие, поскольку самая крупная из оформленных по всем правилам особи лишним многим уступает. Её вес оказался равен 306 килограммам. Однако, сомы растут всю жизнь, а значит таких размеров достигают очень редко. За последние десятилетия особи тяжелее 160 килограмм не вылавливали, и даже такой вес уже огромен для сомов. Взрослая считается рыбой весом от 12 и 15 килограмм, а особи тяжелее 30 килограмм попадаются очень редко. Это большая удача. Голова сома велика, относительно тела, и выглядит словно сплющенной. Челюсти у неё массивные, но зубы очень мелкие, зато их много и не острые. Глаза мелкие, в сравнении с размером головы. Характерная примета сома – это его усы. Два длинных и ещё четыре коротких. А крас сома может сильно отличаться, смотря по тому, где он обитает и какое стоит время года. Чаще всего сверху его тело тёмно-серое, а брюхо посветлее. Рыба может быть светло-коричневой, зеленоватой, песочно-жёлтой или очень тёмной. Часто по телу идут пятнам. Благодаря толстому слою и слизи, хищник прекрасно перемещается в воде. Усы предназначаются для поиски пищи. Они выступают в качестве органа сезания. Учёные установили свыше 500 видов хищника, которые различны между собой по размерам и окраске. Хищники отличаются домостивством, а не одиночки. Долго живут в своих ямах и никого не подпускают. Активность у молодых особей появляется ночью и на рассвете. Днём они любят отдыхать. При тёплой погоде они выбираются в дневное время и медленно плавают. А сколько же лет живёт сома? Сом – речной настоящий долгожитель среди существующих видов пресноводных рыб. Считается, что при достаточном количестве корма он может доживать до 100 лет. В среднем же продолжительность жизни сома – 35-40 лет. В закрытых водоёмах условия питания несколько хуже, поэтому населяющие озера сома живут на 10-15 лет меньше. Сон обыкновенный или европейский относится к семейству сомовы. Отряд самообразные. В отряд самообразные включают 40 семейств. В семействе сомовы входит около 11-12 родов и около 97-100 видов. Ближайшими родственными видами для европейского сома является сом солдатов и амурский сом. Сом солдатов. Большая рыба, достигающая длину до 3 метров, а веса до 80 килограмм. По внешнему виду размеры её краски похож на сома обыкновенного. Спина и бока у него серые с коричневыми разводами. Питается рыбой, охота ведёт ночью. Осенью уходит на глубину, где и проводит всю зиму, не питаясь. Половой зрелости достигает в 4 года. Нерест у сома солдатова происходит в июне-в июле, в прибрежных зарослях. Сом солдатов считается редкой рыбой, его численность постоянно сокращается. Сом амурский. В 1933 году амурского сома запустили в реки Приморье, где он прижился и размножился. Встречается в озере Байкал. Длина амурского сома до 1 метра. Вес 6,8 килограмм. Цвет тела амурского сома – тёмно-зелёный, брюхо светлое. Препочитает селиться в стоячих или водоёмах со слабым течением. Питается мелкой рыбой, моллюсками, лягушками и раками. Охотится из засады вечером и ночью. Половой зрелости достигает 4 годам. Нерест происходит с конца мая по июль. Чем питается сом? Рыба-сом в природе предпочитает вести придонный образ жизни, залегая в ямок с большим скоплением и листых отложений. В питании он неперехотлив. Сом с удовольствием ест растительные останки, мелкую рыбёшку, личинок, лягушек, ракушков, раков или случайно попавшийся в водоём птиц, мышей и другую живность. Также сом питается падалью. Часто он промышляет добычей возле старых и забытых рыбаских сетей. Юные сомы питаются преимущественно мальками других рыб – водными насекомыми, мелкими рачками и личинками. Как охотиться сом? Охотятся они преимущественно по ночам. При этом могут как искать добычу на самом дне, так и подниматься на поверхность, где можно найти мелкую рыбу. По большей части питаются именно рыбой, а во время охоты могут затаиться. Обычно цвет их кожи сливается с речным дном, так что жертва может долго не замечать охотника, пока она не окажется в самой его пасти. Если ей всё же удалось сбежать, сом долго её не преследует. Что тоже интересно, усы для него очень важны. Он их использует, чтобы искать добычу. Даже в полной темноте с их помощью сома ощущает её приближение. К тому же они могут выступать приманкой. Спрятавшись, он выставляет их и подманивает мелкую рыбу, принимающую их за добычу. Образ жизни. Сомы – домоседы и одиночки. Они подолгу живут, приглянувшие им тихоями, и никого не жалеют к ней подпускать. Но это относится к взрослым особям. Как мальки держатся стайками, так и уже немного подросшие сомики остаются в них первые годы жизни. Если корма много, то они могут оставаться вместе вплоть до возраста 3-4 лет. Затем им приходится расплываться, потому что каждой рыбе много требуется для прокорма. И поэтому каждый взрослый сом должен занимать собственную территорию, с которой он может свободно кормиться. Зимой их активность затихает. Они собираются в стаи в 5-10 особей и залегают в зимовальные ямы. Питаются в это время не очень редко. Большую часть времени проводят неподвижно, впадая в подобие спячки. К весне теряют большую часть накопленного за тёплое время жира. Но когда едва теплеет, вновь начинают активно отъедаться. Сом признаётся умной и хитрой рыбой. Для привлечения добычи хищник шевелит усами, изображая движение червей. При этом сом открывает пасть, чтобы рыбы сами заплывали. Он втягивает в себя воду. Хищник берёт всё седобное, что видит перед глазами. Иногда данные рыбы могут заглатывать собаки-телят, которые подошли к воде. Как размножается сом? В первый раз самцы и самки выходят на нерест на 4-5 году жизни. Размножение самов начинается после того, как вода прогревается до оптимальной 16-18 градусов. В зависимости от погодных условий, начало икромёта попадает на середину мая-начало июня. Перед началом нереста самцы исполняют своеобразный танец, чтобы понравиться самке. Из нескольких самцов она подбирает себе одного. Обычно самка кладывает икру в заросля камышей или водорослей. В углублениях, прикрытых корнягами и крупными камнями. В выбранном паре месте самец при помощи плавников подготавливает небольшую ямку для икринок. Плодовитой самке зависит от её размеров. В среднем на каждый килограмм веса приходится около 30 тысяч икринок. После завершения нереста самка возвращается в привычное место обитания, а самец встаётся возле гнезда. Он охраняет икру от других обитателей водоёма до появления личинок. Происходит это на 8-10 день и остаётся поблизости ещё неделю. Гнездо самец покидает после того, как увеличившиеся в размеры мальки уплывают гнезда в поисках укрытий. А может ли сом напасть на человеком? Об этом я рассказывал в одном из видео. Посмотреть вы можете его нажав на подсказку в правом верхнем углу. И на этом данный ролик заканчивается. Видео получилось, как по мне, очень интересным. Если вам тоже понравилось, то я буду рад вашему лайку и подписке на канал. Всем удачи и пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok